Привет, друзья! Это очередной выпуск моего подкаста «Вдохновение». Сегодня у меня в гостях Сандра Ковальски, очень известная художница, которая рисует такие интересные провокационные эротические картины и вообще ведёт очень бурную деятельность, всякую творческую. Светскую, светско-творческую, да. В том числе, да. Мы с тобой ещё познакомились, ну, в смысле, знакомы с Авгико. Вот, это тоже один из людей. У меня был Паш Суслов на подкасте. Паш Суслов, он ещё не пропал никуда. Он ещё жив? Он ещё жив, простите. Он жив, он очень крутой же. Не, я знаю, он делал какую-то там выставку, и я видела, что его все обыскались, там типа, найдите Пашу Суслова, давай, я думаю, неужели он опять пропал, как и обычно. Не, я его случайно встретил на винзаводе, у него была в открытых студиях его выставка. Вот, я про неё и говорю, про эту выставку, и у меня там была арт-образователь Ольга Серёгина, мы с ней дружим, она как бы образовывает всё современное искусство, все модные там тенденции. И она как раз была на открытии, его не могли найти как автора, ну, то есть в плане физически не могли найти, да. То есть ходили везде и искали. А я вот случайно нашёл, причём вообще совершенно случайно, я зашёл, смотрю выставку Пашу Суслова, такой, интересно, зашёл, и было тёмное помещение абсолютно, это уже вечер был, никто как будто никого не ждал, и тёмное помещение, и с соседней комнаты какие-то звуки такие страшные, такие, какие-то крики, оры, я такой думаю, что такое, подхожу и смотрю, что там в соседней комнате показывают кино, и там просмотр фильма какого-то идёт, такого аркт-хаусного, и Паша сидит в последнем ряду, и я такой, о, Паша, привет, он такой, садись, досмотрим, потом поговорим, я такой, хорошо, сел, но фильм сразу практически закончился, вот, и мы с ним поговорили, я такой, о, надо тебя на подкаст тоже позвать, и я к нему привёз всё оборудование, в доме в этом сняли. О, здорово, слушай. Да, очень, кстати, суперинтересно. Если вы не смотрели и не слушали, я очень советую, правда, потому что реально с Пашей так интересно было поговорить. Ну, Паша вообще абсолютно необычный человек, я Пашу помню ещё, мы-то с Пашей учились на одном курсе, а ты учился на год младше, по-моему, да? И вот Паша, и мы с ним с одного курса, и, собственно, этот человек абсолютно и какой-то просто... Да, да. Ну, вот я говорю про Пащей, ну, то есть нет слов реально, то есть мы с ним ещё ходили на курсы вместе, готовились ко ВГИКу. А, ещё до ВГИКа? Конечно, до ВГИКа я пришла вообще туда, во ВГИК, пришла с такими маленькими картиночками, типа, типа, я рисую. Ну, в общем, пришла, и как раз было в этот момент Паша с такими огромными, просто огроменными холстами. У него ещё до ВГИКа. С голыми. Да, да, у него это очень оно, он же закончил училище. Он прям художник, художник прям с малых вообще лет. И он, он как, ну, как этот, как Будда, такой, с голыми ногами, значит, весь в краске абсолютно просто, полнейший, в каких-то рваных джинсах, по пояс голый, значит, со своими картинами. И вот так он все шесть лет и проучился. Его практически никто никогда нигде не видел, но он каким-то образом всегда сдавал все экзамены. Ну, правда, пограниченно между, там, четвёрк... У него очень странно, он то всё на пятёрку издаёт, то он в какую-то уйдёт депрессняк и, например, там, чуть ли не проваливает на двойке и пересдача. Ну, то есть жизнь, конечно, у него очень такая разнообразная была. Вот, кстати, да. Может, конечно, и есть. Ну, жизнь у него интересная, в смысле он путешествует в этих домах, живёт из картин. Он же из картин дома строится. Боже, я вот этого ж не знала. Вот, он про это рассказал. У него уже их что-то очень много, я уже опять забыл. А зимой как он живёт из дома? Нет, у него квартир-то есть. Не то, что он бомж. Это у него как арт-проект. Всё, поняла. Да, где-нибудь летом на море, там, где-нибудь. В общем, что я хотел сказать? А, я хотел сказать, что я весь подкаст с ним, сейчас мы плавно к тебе перейдём. Даже мы можем всех обсудить, я люблю. Я ему как раз говорил, что, ну, это идеи у него суперкрутые, но из-за того, что он пишет всё время, что вокруг него находится, это леса там какие-то, часто какие-то серые русские будни, я ему всё пытался весь подкаст как бы втереть, что, типа, вот тебе надо что-нибудь ярче, что-нибудь вот типа... Что-то, чтобы продавалось. Да, да, вот такое провокативнее, что-то... И вот как раз ты, можно сказать, ему как будто антипод в чём-то. У тебя как раз суперярко, суперкоммерческое. У него... А он такой, нет, нет, я не хочу, это не я буду. Конечно. Это, типа, не моё. Вот я такой. Но смотри, я тебе могу сказать, что во ВГИКе это не то, чтобы было вот моё... Да, тематика и, в принципе, стилистика такая яркая, она пришла там позже. Но ещё во ВГИКе меня ругали за то, что вся моя живопись была слишком яркая. То есть она не была серая, она не была... Ну, как, в принципе, нас учили. Я, кстати, во ВГИКе плохо помню, что ты делала. Ну, потому что мы не на одном курсе. Ну, мы не на одном курсе, поэтому мы всегда, мне кажется, когда... Слушай, а как там помнить, если у нас эти развески, экзамены, то каждый занят тем, чтобы подготовиться, всё сдать. И не было не то, что возможностей, не было сил после всех этих бессонных ночей, поскольку все делают всё в последний момент, как обычно. Ещё пойти кого-то посмотреть вообще... Я тоже не помню ничего. Я помню только вот эти приятные моменты после того, как ты сдавала. Такой, всё, боже, три дня можно отдохнуть. Потому что через три дня опять начинать пахать, как проклятый. Да, но я тоже любитель яркого. Я вот максимально вот сейчас, особенно на этой картине оторвался. Ну, это вообще, да. Я ещё сделал имплематуру акрилом самым, знаешь, ярким, который смог найти. Вот, в общем, я тоже любитель поярче. Но вот Паша нет ни в какую... Ну, Паша как-то да. Ну, я думаю, если у него... Понимаешь, здесь смотри, какая цель. Ну, да, да. То есть у меня никогда не было цели строить из себя какого-то супергениального художника. Я... Но он как бы не строит, он такой... Нет, я не говорю, что строит. Ну, да. Я про себя говорю. Потому что я не была никогда на курсе лучшей. Ну, то есть Паша был действительно прям вот от пальчиков ног до волос. Он прям весь из себя художник. Это вот всё у него внутри. Я больше за коммерцию, потому что я с первого курса была за коммерцию. Потому что нужно зарабатывать. И я девочка. Ну, как бы... Нужно каким-то образом пробиваться. Поэтому для меня становиться, я имею в виду художником, в полном смысле слова, вот сидеть там, писать то, что мне хочется, я бы не смогла никогда. Ну, да. Потому что мир поменялся очень сильно. Возможно, что у них его устраивает так, как он живёт. Вот и всё. Ну, да, я думаю, да. Да. Он, конечно, я думаю, не против. Был бы денег, например, побольше. Потому что он такой, вот, типа денег опять, типа нет. Вот, ну, вот, понимаешь, это же всегда такая две стороны медали. Потому что, ну, деньги нам нужны, к сожалению. Да. Ну, мы вот сейчас с тобой как раз про коммерческое затрём хорошенько. Потому что мы оба такие заточены. Я на самом деле не то, чтобы прям вот очень хотел делать именно коммерческое. Я просто делал то, что очень людям многим нравится. Вот, у меня поэтому как-то, естественно, получилось. Давай про это попозже поговорим. А знаешь, про что я хотела спросить? Мне интересно было. Ты меня звала на день рождения тут. Да. Как оно вообще прошло? Какое-то же мега событие было. Да, это было, ну, я думала... Расскажи, в каком-то... Значит, день рождения у меня... Я расскажу чуть пораньше эту всю историю. В чём смысл? В том, что... Я просто... Это же... Что ты жил, у меня уже 135 будет этим летом. Да. И я такой, надо тоже что-нибудь завабахать. Обязательно, обязательно. Потому что, я говорю, мне было в прошлом году 33. 33, в то время, когда вот был самый разгар эпидемии. Какой у меня был план на эти 33? Во-первых, у меня должна была быть крупная выставка в Нью-Йорке в апреле того года. То есть, с 1 по 11, 10 дней. И в планах было прилететь в Москву 19-го. У меня день рождения 19-го апреля. После 19-го там уже от крохот здесь вечеринку. Ну, 33, все дела, выставка в Нью-Йорке, блин, ну, как бы сам Бог велел. Плюс возраст ещё 33, ну, такой прекрасный, да. Но всех нас накрыло большой волной, но никто в этом, естественно, не виноват. Но мне пришла идея в этом году сделать тоже большую... Ну, точнее, не тоже, а сделать ту самую вечеринку, которую я хотела провести тогда. Плюс так сложилось, что ту серию, которую я должна была повести в Нью-Йорк, она... Это не живопись, это фотографии, сделанные в стерео-варео. Та же история, которую ты тоже делаешь, и я делаю Magic Vision. Вот это вот. Это, кстати, у нас ещё тоже... Нас несколько свело судьба, несколько... И Кинки тоже немножко. И Кинки тоже, да, были. Надо поговорим всё об этом. А про я не знал, что это фотографии. Да, это были фотографии. Я делала большой проект, я улетала в Италию, в усадьбе жила у одного графа и снимала девчонок, фотографировала. Поскольку я не фотограф, естественно, и у меня нет там ни профессиональной ничего, ни камеры, ни света, то это был чисто вот, ну, просто эксперимент. Ну, типа, ну, получится прикольно, получится. И когда я их ещё превратила в стерео-варео, это получилась вот такая очень крутая история. И целая выставка, их было там порядка 35 штук, но они все разлетелись за год пандемии, они мне дали возможность жить нормально. То есть я продала, и как бы у меня были деньги. Ну, естественно, параллельно я делала ещё заказы какие-то мелкие, но не в том объёме, как я обычно это делаю. И, в общем, сложилось так, что перед днём рождения мне здесь на Патриках в Москве предлагают сделать вот эту выставку провести. И я думаю, ну, вот оно. Ну, как бы не Нью-Йорк, но зато Москва на Патриках. Тоже неплохо. Да. И дальше думала, что делать с днём рождения. Нью-Йорк-то, кстати, до сих пор такой полузакрытый. Да. Там всё из Лос-Анджелеса очень всё строго. Так и вот у меня прилетал немец, владелец галереи, он говорит, у нас в Германии вообще всё, ну, то есть в Германии всё закрыто, везде. То есть вся Европа, она вся закрыта. То у нас тут каналия происходит на улицах, везде просто сумасшедших людей, счастливых отпустили. Ну, в общем, и думала, я что делать с этой вечеринкой. Непонятно где, потому что, ну, денег-то надо много, людей-то у меня как бы немало количество. То есть по одним только заявкам было там около 200 человек. И это только вот самые там, ну, это заказчики, это какие-то близкие. Это кто прийти. Кто хочет прийти, кто готов прям, да. Вот. А ещё есть та часть людей, которые как просто эти, как их поклонники, там, вот этот Инстаграм, вся история. Ну, ну, то есть большое место должно было быть. И тут я вспоминаю, что в прошлом году я собиралась делать это в Белк, в Белк гастробар, но я не была знакома с владелицей. Мне просто нравилось визуально этот бар, потому что там белые стены, там неоново-розово-фиолетовая такая подсветка, прямо в моей стилистике вот этой. В принципе, у них всё такое как бы около секса, но без пошлости или без агрессивности. Да, то есть вот всё такими намёками. Туда очень много ходит красивых девчонок, мальчишек, молодых таких, ну, там, до 30, ну, может, около там 32, самый взрослый возраст. Но я не была знакома с владельцем. А это бар на Петровке, то есть представляешь себе улица Петровка, прям практически рядом с этим СЦУМом. Ну, то есть это вот прям самое ходовое место. Ну да. И я думаю, блин, чё же делать, я же не знаю её. И в какой-то момент мне заказывают роспись стены в другом баре, владелец этого бара оказывается знаком с владелицей Лизой Золотарёвой вот этой Белки. И сходится так, что мы с ней там знакомимся, и она начинает мне говорить о том, что она хочет, ну, давай, говорит, повесим твои работы в баре, давай то, давай сё, давай десерт сделаем, там, там, коктейль, ещё что-то. Я говорю, да-да, в принципе, но я же из тех, кто просто так тоже не вешает, ну, то есть я не даю как бы просто так. Так, это было первое время, что я там картины могу дать под мероприятие. Сейчас у меня там это всё аренда, это какая-то вот должна быть оплата, грубо говоря, за то, что… А тем более, если это Петрок. Ну, в общем, и в итоге, когда я поняла, что мне нужно устроить день рождения, а у неё есть запрос на то, чтобы висели мои работы, я приехала, слушай, говорю, давай мы как-то объединим. То есть я повешу работы, как ты хотела, сделаем выставку, сделаем как бы некую галерею такую мою. И тусовку заодно. И заодно тусовку. И тут у нас всё сложилось. Круто. И просто это внутри там огромное двухэтажное помещение, всё белое, всё подсвечено вечером в ультрафиолете, все картины, естественно, заиграли, потому что у меня есть уже две стадии при обычном свете, и при ультрафиолете они по-другому чуть связятся. Ну, в общем, и всё как-то очень легко сложилось, при этом я потратила денег на это всё. Вот смешное. 25 тысяч рублей – это на диджея и на фотограф. Офигеть. То есть, ну, просто вот, ну, как бы это тоже немаленькие деньги, да, но, в принципе, если бы просчитать все косты, сколько бы мне это стоило, там, не знаю, снять какой-нибудь лофт, да, то это было, я бы вздохла, я такая жадина, что я бы не потратила столько денег. Круто, ну, это вообще… Да, и пришли, ну, мало того, что все мои друзья, там, все два этажа были заполнены, то есть, людей в итоге было около, там, 100-120 человек, но пришли самые такие, прям, вот, ну, важные, то есть, никакого лишнего не было. Заказчики все, был Лия Флакс, это глава, он основатель компании Fibrum, это VR-очки, и у нас здесь, в России, он, как бы, является главным представителем всей этой VR-технологии. Креплый. Был Михаил Энгельгард, это тоже, ну, такой достаточно известный дядька, он один из моих тоже преданных таких заказчиков, он моего Сальвадора Дали купил к себе в офис. В общем, такие, как бы, топовые были заказчики. Была часть просто знакомых, у кого там, кто, тоже блогеры, кто там, у них бизнесы какие-то такие, ну, некрупные. Вот, и было несколько, ну, людей, кто просто вот вообще не знал, ну, я не знала, кто это, ну, какие-то, вот, видимо, фанаты там или что-то так. Ну, и там просто бесконечная вереница подарков, цветов. Я цветы с подарками увозила на двух «Газелях». Это пиздец просто, я извиняюсь, но это было пиздец. Потому что дома это было невозможно всё расставить, ни вас, ничего, я там что только не придумывала. Ну, вот так, у меня просто одна комната вся была заставлена. Я себя почувствовала просто одной какой-то голливудской звездой. Я мечтала об этом, в принципе, всю жизнь, но самый важный момент, что я об этом всегда мечтала, чтобы, знаешь, чтобы мне такое устроили. И я впервые в жизни в этом году отнеслась, в принципе, к мероприятию совершенно по-другому. Но то есть не мне должны сделать, а я должна устроить такого масштаба мероприятия, чтобы сделать для людей приятно. И вот этот сдвинутый акцент, совершенно в другую сторону, он помог мне получить вот такой эффект. Ну да, наверное, поэтому и получилось так классно. Да, да, понимаешь, в этом... Потому что если бы кто-то для тебя, ты бы, наверное, чем-то всё равно была недовольна, там, ну, всё равно не предугадаешь всех, там, мелочей, там, что-нибудь пошло бы не так. Да, а в принципе, если человек, ну, как мне кажется, если человек хочет, чтобы кто-то другой ему что-то устроил, он априори будет недоволен. Ну, наверное, да. Вот сто процентов. Ну, особенно если женщина, просто, может быть, тебе непонятно, но женщины... Как говорится, хочешь сделать, хорошо сделай ты сам. Да, да, абсолютно. И я вот даже в большей степени не только про то, что надо сделать самой. Я все выставки, все мероприятия сама продумываю, но я именно про внутренний психологический момент, отношение к этому. То есть, что не мужчина там мне это сделал, понимаешь, или не друзья собрались и предложили сделать, а что я решила сделать не для себя даже, а именно вот для друзей, для компании, вот что. То есть, я сместила акцент с себя, я хотела праздник не себя, не во имя себя, там, типа королева, там, да. А вот для моих друзей, гостей. Это очень круто. И да, и люди прямо, многие очень оценили, увидели вот именно этот момент. Они со сцены говорили, что, говорят, ну, таких людей, кто делает там в свой день рождения вместо акцента на себе, да, делает акцент на люди. Потому что я в свой день рождения рассказывала о каких-то новых людях, которых я там, с кем я познакомилась, чем, за что я им благодарна. Вот это отношение позволило ощутить настоящее, как сказать, настоящее ощущение звезды, там, грубо говоря. Вот удивительно, то есть... А ещё хорошо, потому что прецедент такой создался, что ты... что вообще художники... Ведь раньше, в принципе, считалось, что художники это какие-то люди там непонятные себе от мастерских, тёмных, серых, там, что-то делают, вот, а то, что вот стали появляться... ну, ты так, во-первых, во-вторых, ну, вот Маша Янковская ещё тоже, она, типа, вся такая светская дама. Я пытаюсь там участвовать в каких-то активностях по мере сил. Правильно, да. Но мир поменялся, действительно. Да, надо людям показывать, что художники тоже могут быть, типа, как звёзды. Да, да. Ну, а почему нет? Да, конечно, но главное понимать это и вести себя, да, соответствующе, конечно. Достойно. Да, достойно, да, да, аристократично достойно. Не, я говорю, что и художники достойные тоже. А, достойные? Да, ну, понимаешь, достойные они или нет, но не все понимают, как это сделать, как правильно себя влить в эту тусовку. Маша Янковская, она в этом плане, она и как художник очень интересная с её идеями. Мы не знакомы лично, но она мне очень нравится и потому, что она делает, и по тому, как она объединила в свою, ну, всё, что она пишет, со своей историей. То есть она всегда, ну, так же, как и я, я тоже это делаю. Я всегда соответствую, грубо говоря, тому, что... Ну, и я, собственно, да, пытаюсь. И ты тоже, у тебя то же самое, да. То есть это некий бренд. Что нет такого, знаешь, что вот там ты рисуешь одно, а сам в жизни совершенно другой человек. Ну да, да. И вообще такое, типа, ой-ой-ой, нет, нет. Ну, конечно, потому что тогда, кажется, со стороны людям кажется, что что-то какая-то есть, враньё какое-то. Да, да. Этого не должно быть. Не должно быть. А, я хотел, знаешь, что с тобой поспрашивать? Вот ты говоришь про всяких известных людей, там, и вообще у тебя постоянно заказы и всякие известные там звёзды и просто блогеры, люди берут картины. Как это вообще, как ты коллаборируешь, как ты находишься? Ты сама им пишешь или они как-то тебя находят? Или через кого-то, может, у тебя агент там есть какой-то? Нет, агента у меня нет. А, точно, агента у тебя нет. Я с тобой интервью слушал перед тем, как ты пришла и вспомнила, что говорила. Наверное, у меня поэтому этот вопрос на подкорке. Да, ничего страшного. В принципе, вопрос логичный, потому что, да, люди не понимают. Им кажется, что кто-то должен действительно этим заниматься. Но лучше меня самой никто меня не знает. И, в принципе, я в поисках всегда и агент. У меня есть ассистент, там, помощники, но это не то. То есть это не тот человек, который будет там придумывать, как я. С людьми, с заказчиками история, если честно. Я об этом недавно думала, как это всё произошло. Потому что, ну, вот в данный момент, мне кажется, что ничего такого прямо не произошло. Но тут я стала анализировать и поняла, что у меня действительно, ну, огромное количество. То есть все те люди, у которых, там, есть деньги в этом городе, да, они обязательно уже что-то заказали. Сквозь, ну, вот у них, там, в тусовке, у них, как бы, есть даже про меня поговорка, что, типа, ну, ты хочешь заказать картину, там, у кого? Ну, ну, конечно, у Сандры, типа. Ну, понятно, значит, будет дорого, долго и значит, кислотно, там, типа. Ну, то есть какая-то такая история. Но как получилось так, что они появились в связи с тем, что после... Во-первых, когда я училась в Авгейке, то со второго курса я преподавала детишкам живопись, рисуя. И мне каким-то чудом повезло, что первыми моими клиентами, заказчиками, или, как сказать, ну, первыми моими учениками, родители этих детишек, были срублёвки. Двое. Дальше они меня, естественно, советовали ещё каким-то... Там появилась вот небольшая прослойка этих людей. Я примерно понимала, как с ними общаться, как вот, ну, что это за мир, что это совершенно другое вообще, другая область, что эти люди, они совершенно не разбрасываются деньгами, они безумно жадные, ну, у них совершенно другой мир. Потом, параллельно с учёбой, я работала в кино, причём как в кино я работаю. Меня никто тоже не устраивал в кино. Я однажды пришла на Мосфильм, сказала, что я в библиотеку, и пошла по павильонам смотреть, где, чё, какие снимаются там картины. И тогда я устроилась к Михалкову на предстояние. Там был художником по костюмам Сергей, по-моему, его звали, Стручёв, папа Федя Стручёв. Федя Стручёв, ну, ты, наверное, его знаешь, Кудрявый оператор, да. Они тоже на параллельном курсе нашем учились. Вот я к нему устроилась, поработала чуть-чуть, потом ещё где-то, ещё где-то. То есть, обросла небольшой такой киношной элитой, скажем так, потому что... Потом реклама. Короче, просто общительное в одно слово есть. Я не могу сказать... И вот честно, я безумно стеснительная. Я никогда ни с кем не начинаю общаться. Но у меня есть одно хорошее качество. Я ужасно трудолюбива. То есть, если мне... Если я куда-то устраивала... Я везде работала именно, вот работала. То есть, не приходила общаться, а именно устраивалась на работу. Когда люди видят, что человек хочет работать, а таких там в 20-летнего возраста достаточно мало. Конечно, люди располагаются отношениями. Они видят, что... Значит, что-то вот в голове есть, в башке там в 20 лет. А потом после ВГИКа у меня было порядка пяти или шести агентств, в которых я работала иллюстратором, художником. Стартапы были. Потом в диджитал я очень сильно ударилась. Я бросла огромной базой людей, грубо говоря. И всё. А когда я начала свою стилистику, то первое время я делала, во-первых, очень дёшево, а во-вторых, была так, знаешь, ну, открыта ко всем предложениям. То есть, предложили там порисовать – поехала. Предложили здесь сделать – поехала. Ну, для того, чтобы, как сказать, свои щупальцы вот так вот распустить по всей. Я, мне кажется, до сих пор немножко такое, типа, по привычке старые, типа, да, но всё, готово. Нет, вот это неправильно. Ты достиг сейчас, я считаю, очень-очень высокого уровня. Тебе нельзя вот... Распыляться. Да, знаешь, потому что это уже в нашем возрасте немножко... Не успеваешь всё просто. Во-первых, не успеваешь, во-вторых, это отбивает немного желания что-то делать, там, ну, как-то трудиться по-новому, что-то придумывать. Потому что, когда ты бесплатно, извиняюсь, при твоём статусе... Не, бесплатно я не делаю. Ну, я имею в виду, образно бесплатно, да, то есть ниже, чем ты бы хотел, например, там, или что-то, или тебя не очень устраивает. Вот нельзя, потому что я, например, стала себя приучивать к тому, что я отказываюсь очень от многих проектов, очень от многих. Хотя раньше я и туда, и сюда, и туда, и везде, я поняла, что... Да, да, да. Но, как бы, за счёт этого мне повышают, там, стоимость где-то там в заказах. Ну, это вот искусство, говорить нет, это тоже надо его освоить со временем, можно сказать. Но это прям надо себя заставлять. Я этому училась, знаешь, сколько? Год. Каждой дневной тренировкой. То есть, причём, вот предлагают что-то, а я вместо того, чтобы схватиться за это, сижу и несколько часов думаю. Во-первых, человек может сам себя выдать, например, пока ты молчишь, он может начать истерить. И ты увидишь, что, как бы, чё-то не то. Лучшие не надо с ним. Да, да, да. Вот. Либо тебе придёт какая-то мысль, но этому надо учиться, действительно. Это такое, это очень сложно. Это для любого человека ужасно сложная история в мире, когда у нас вот так вот всё молниеносно происходит. И ты всё время думаешь, что ты чё-то не успел, если не сделал, что-то пропустишь сейчас. Да, 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 жизнь прошла мимо тебя. Вот учиться жить в гармонии, в каком-то таком ровном состоянии, это сложно. Я до сих пор каждую пятницу, субботу, у меня телефон, это просто вот, ну, там куча, куча, куча предложений, тусовок. Потому что я думаю, иногда думала раньше, что, пойдя на какую-то тусовку, я что-то могу с кем-то познакомиться, кому-то что-то предложить. Это фикция. Ничего это не работает. Это работает только на твой имидж. Ну, то есть я теперь делаю, как если что-то, какое-то важное мероприятие, я прихожу, фотографируюсь, ухожу. Здороваюсь со всеми и ухожу. То есть мне это для поста, там, где-то в сторис выложить. Вроде как я тусуюсь, но толку от этого профита никакого, потому что люди туда приходят не тратить деньги, не разговаривать о высоком, не заказывать что-то, да, а отдохнуть, потусоваться. Ну, да. То есть здесь ещё очень важна психология, а я психологией занимаюсь. То есть чем больше я себя изучаю, тем больше я как-то понимаю и других людей. Интересно, инсайд, это ты рассказываешь. Да. Слушай, а когда ты вот к этой технике, не технике, а вот стилю пришла, и как я вот то, что... Вот к этой стилистике? Да, вот то, что я слушал с тобой интервью, ты говорила, что ты решила что-то сделать коммерчески, успешно, и вот как-то выработала, можно сказать, это, но... И что эротика поэтому, что она всегда продаётся. Да. Вот, но ведь всё равно просто так ничего не бывает. Просто так точно, да, ничего не бывает. Ну, то, что ты яркая всегда любила, и... Ну, то есть, вот можешь про вот это рассказать? Да. Хороший такой вопрос. Помнишь первую картину свою в этой технике? Или нет? Помню, помню первую свою работу, там была как раз моя эта блондинка с кляпом во рту, в розовом таком цвете. И у неё ещё здесь такая полоска, прикрывающая сосок, я ещё тогда думала, что надо как бы цензуру соблюдать, всё чуть-чуть поприкрыть, понимаешь? Да, но я... как я начала это делать? В принципе, я могу сказать, что мне эротическая тема нравилась очень давно. Это началось ещё в институте, ну, как в институте? Да до института. Да-да, вот у всех, с кого я спрашивал, прям... Да, мне эротическая тема нравилась всегда, и могу сказать, что я думаю, первое... первым таким толчком... Здесь очень важно разделять, понимаешь? Люди на слово эротическое, у них сразу штамп, поэтому я бы хотела разделить немножко. То есть, для меня эротика, она не несёт под собой ничего пошлого, ничего грязного, ничего слишком открытого. То есть, сейчас эротика, это чуть ли не раздвинутые ноги, это уже, ну, считается сейчас эротикой. Хотя, я считаю, что эротика, это вот, ну, там, типа, какой-то халат на голое тело, к примеру, но при этом всё закрыто, и видна там какая-то, да, часть. Мне кажется, на самом деле, можно сделать очень пошло, полностью одетую женщину, а можно сделать даже какую-то порнографическую штуку очень эстетично. И мягенько так, да, согласна. И как искусство, чтобы это было. Согласна, да, но я думаю, что пошло у меня это от того, что в детстве у меня мама меня воспитывала, я с трёх лет, у меня были обучающие книги по тому, как выглядит женщина, как выглядит мужчина, что между ними происходит, откуда берутся дети. И мне мама с папой объясняли, что они никогда не скрывали, что они, например, друг друга любят, целуются, обнимаются. Мы жили в однокомнатной квартире, естественно, они меня предупреждали постоянно о том, что там, что мужчина с женщиной, папа с мамой ночью занимается сексом, они любят друг друга. И для меня это было абсолютно нормально, то есть я считала секс именно любовью. И я думаю, что пошло оттуда, потому что я была полностью раскрепочена в этом моменте. В связи с этим мне никогда не хотелось, как у всех девчонок, типа, скорее-скорее лишиться детства, у меня вообще этого не было. Ну, то есть для меня это была история чисто любовная, то есть когда встретится человек, ну, тогда и будет. Я думаю, что первый вот такой момент – это это, а дальше мне просто нравилось, ну, как-то когда красивые тела, красивые. Ну, а в институте мне тоже нравились все эротические художники, кто там. Мобри Берцлей у меня первой книгой его была, вот такая вот огроменная, там вот эти все гравюрки я рассматривала. Когда шиле я открыла, кто-то мне, кто же мне ее открыл? Анна, по-моему. Помнишь, Аня у нас была преподавательница, кудрявая такая? Какая фамилия? Аня молодая. Молодая, она у нас единственная. А, она у вас преподавала же, точно. Она у вас вместе с Архиповым. Да. Вот, вот она, она мне его показала. Прикольно. Ну, а потом дальше оно все как-то обволакивалось, вот, вокруг этой эротической темы. И наброски мне тоже всегда голые нравилось рисовать. Ну, конечно. Ну, как бы, да. Ну, это было не так, это всем, в принципе, нравилось. А потом, потом, в 20 лет или в 21, у меня есть дядя, ну, такой достаточно известный, он психолог, практик, у него свои патенты. И очень много школ по всему миру, потому что своя методика. И параллельно с этим он очень талантливый человек. Он бывший режиссер и, ну, безумно креативный, если на модном таким языком говорить. И он, у него много произведений различного характера. И вот одна, одно из произведений, это два, господи, как же, не притча, боже мой. Произведение, в смысле, написанное. Написанное, да, пьеса, вот, слово вылетело, пьеса. И история этой пьесы, её, естественно, надо читать, и там очень завязанный сюжет, но в целом оно всё около женщины, и между, всё, что происходит между женщиной и мужчиной, и оно такое прям очень откровенное, как бы, в словах, и в помыслах, и во всех этих очень желаниях. И он меня попросил, говорит, давай сделаем иллюстрации к этому. К этой книге, к этой пьесе. И я стала этим заниматься. Какие-то мои иллюстрации сделали, что-то подошло, что-то не подошло, но это было достаточно давно, уже много времени прошло. И недавно я вспомнила, что это было первое, вот, всё-таки, как бы, произведение, которое меня натолкнуло именно создать уже такую целую серию, потому что их было там около шести иллюстраций. Вот это был, грубо говоря, первый проект. Естественно, он куда-то потом подзатерялся, потом что-то ещё возникло, ещё, ещё, ещё. Потом, в принципе, мне нравились, мне нравились фотографии самой себя, эротические. Конечно, ты же часто выкладываешь вообще такое. Да, то есть у меня, я была замужем, и муж у меня неплохо фотографировал. И мы с ним делали такой совместный проект, то есть он фотографировал, я как модель ему позировала, и, ну, поскольку мы были вдвоём... Это ещё чуть раньше до того, как ты вот этот стиль началась. Это раньше, чем стиль было. Я, кажется, помню этот этап. Ещё даже не Инстаграм было, а где-то ВКонтакте или Фейсбук. Ну, вот, по-моему, был Инстаграм, но начало такое. Ну, короче, да. Там было вот прям совсем ещё. Я прям помню, помню. Оно такое там фиолетовое, что-то часто розовое, в цветах каких-то. Ну, мы делали такое, да, достаточно яркое, нам нравилось. Ну, я, да, припоминаю, прикольно. Вот, но поскольку он там не профи, да, и я не профи, ну, как-то мы это всё делали, нам было прикольно. Тем более, самое важное было в этой всей истории, что я не где-то там жопой свечу перед кем-то, да, а это муж, ну, мы вот вместе, и он это одобряет, им это нравилось. А потом в какой-то момент у меня стали подписываться очень большое количество людей, потому что всё-таки это жопа и сиськи и прочее. Ага, ну, понятно. И, естественно, всё это, ну, приобрело какой-то такой вот пошловатый характер. Ага. Не туда, куда ты хотела. Не туда совершенно, куда я хотела. То есть я хотела сохранить какой-то такой... Арт. Красивый арт. Да, да, а это пошло уже, и у него уже мысли пошли, знаешь, давай пожёстче, давай там две-три девочки, давай то-сё. Я думаю, блин, да ну нет. Ну и, в общем, как-то всё это... Но замысел был хороший. Я подумала, поскольку я не собираюсь торговать своим телом, а активность в Инстаграме пошла очень сильная, то есть большое количество начало набираться подписчиков. Ага. Я поняла, что мне надо срочно оставить эту тему, но как-то её переформулировать, переделать так, чтобы мне не было никакого за это, как сказать... Ну, не было за это стыдно, я не фигурировала бы как... Как объект. Ну, как объект, да, только как создатель. И вот тогда как раз я и засела, и стала изучать вообще, что существует в мире искусства именно в такой стилистике. И я не планировала, что это будут картины, если честно. А, да? Да. Я думала, что я поиграюсь в это вот как иллюстрации, что буду это просто как плакаты продавать там. А ты сразу, ты делала в цифре сначала? Сначала в цифре, но всё в растре. Я в векторе вообще не работаю, ну, так же вот как ты. То есть на планшете просто, поскольку я как иллюстратор очень много где работаю, то планшетом я владею так же, как и карандашом и бумагой. То есть ты сначала делала просто на планшете эскиз, грубо говоря? Нет, я прям сразу, я сразу в фотошопе уже рисовала эту иллюстрацию. А, как она будет. Как она будет. И выкладывала в Инстаграм. Ага. И я не... У меня тогда не было вообще мысли, что я буду писать это картинами, что я снова вернусь к живописи, потому что я живопись бросила на несколько лет. Ага. То есть как вот институт я закончила, я больше живописью и графикой, ну, именно вот живу. Это у многих, мне кажется, такая история. Ну, конечно. Слишком стресса много в институте. Ну, слишком нас просто затюкали, да и её продать было сложно. Ну, то есть у меня же много работ с института. Ну, да. Я их пыталась продавать. То есть не то, чтобы я, знаешь, забила. Я пыталась продавать, я пыталась пиарить. То есть никому ничего не надо, потому что оно не трендово. Угу. Угу. Потому что это пейзажи какие-то, ну, кому они будут. Да, да, да. Ну, они классно сделаны, да, всё. У всех они там, да, классно сделаны. Но это не то, что людям нужно. И вот я стала делать это просто как иллюстрации. Думала, что это будет, ну, вот инстаграм, он будет вот так вот ярко, симпатично выглядеть. Ну, может, какие-нибудь футболочки. А, да, я собиралась, первое, что я делала, это иллюстрации. И сразу я хотела делать, да, футболки, толстовки, потому что нашла каких-то ребят, которые это делают. Ага. Короче, ты сразу про монетизацию думаешь. Да, обязательно. Я тоже, да. Я сразу продумала, причём... Это клёво. Сандра Ковальский, да, у меня фамилия-то Ковальская. И мне надо было придумать так, чтобы это было красиво звучало, и чтобы это было международно всё-таки. Ну, то есть не оставить эту русскую, как бы, фамилию. И чтобы это было и брендом для создания. Потому что я знала, что я когда-то что-то буду дополнительно делать. Но у меня не было мысли именно про картины. То есть я шла больше чисто про какие-то штучки, там, не знаю, календарики, там, вот, ну, что-то такое, что можно было бы... Прикладное чисто. Прикладное, да-да-да, продавать там где-то, ставить в магазинах. И так я просуществовала где-то, наверное, полгода я порисовала. Мне все вот так вот крутили у виска, говорили, ты чё, ты чё, ты больная, тебя вообще не пропустят. Всё это никому не нужно, кому нужны твои песни сиськи. А как часто ты выкладывала? Я тогда сделала достаточно... Я тоже, типа, такого челленджа оставила себе и выкладывала, по-моему, раз в два дня что-то новое. И, ну, потом достаточно быстро, через пару месяцев я стала это печатать на пенокартоне. Нашла хорошую типографию, которые делали накатку на пенокартон, на такой матовой приятной бумаге, всё очень качественно. По цветам они единственные, кто вытягивали вот все мои вот эти вот кислотные цвета. Вот, и как-то пошли какие-то предложения там где-то то в клубе, то в кафе выставиться, то купить. Продавала я вообще, ну, просто какие-то дешманские такие цены, там, полторы тысячи рублей за... Ну, как бы надо было... Ну, как плакат в пенокартон. Да, да, но надо было, понимаешь, рассеять это по всей, по всему городу, да. Как вирус распространяется. Да, 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 именно так. Ну, это на самом деле, я так... Не зря, что называется вирус, наверное, там, маркетинг, и так и есть. Я тоже всегда про это думаю, что даже лучше у меня кто-то там что-то опубликует без особого спроса, но это разойдётся там ещё где-то, ещё где-то. Конечно, лучше спроса, но... Ну, обязательно, да, есть вот такой момент тоже. Да, но всё равно это распространение любой от всяких вот этих творческих штук, оно полезное в любом случае. И кинки тогда на тебя вышли. Да, точно, и кинки тогда на меня вышли, и... А как кинки на меня вышли, я вот уже хоть убей, не помню. Да, и мне говорила, что просто она тебя увидела тоже где-то в Инстаграме, наверное, и сразу написала, ну, понравилась сразу. Она такова, наверное, клёво будет оформить. Да, да. Она сразу написала. Да, то есть это, по-моему, первое мероприятие, которое они делали в Москве, мы оформили моими. Они у меня купили как лицензию, знаешь, вы купили лицензию и напечатали это на своих каких-то материалях. Потом они начали вести кинки-маркет, и вот кинки-маркет меня уже заинтересовал, потому что там я могла продать кучу всякой мелкой фигни, и достаточно успешно. Ну, то есть на кинки-маркет несколько лет я была единственной, кто продавал всё, просто вот подчистую, и уходила. Ну, там, у меня же там 2-3 штуки чего-то оставалось. Ну, то есть в первые разы, конечно, это было для меня там в ноль, а потом последний несколько раз, ну, прям хорошо так. Круто, да. У меня тоже нормально, я стал тоже ходить, как приехал. И тоже, ну, я тоже всякую мелочь сам свою продаю. Да, но я вот уже не хожу, потому что немножко уже не мой, знаешь, этот, ну, мне поднадоело скучно, что ли. То есть люди же туда хотят, чтобы со мной пообщаться, а мне вот это вот стоять. Ну, не мивая я, короче, стала в этом плане, что, ну, если я могу за... То есть сколько там заработаю? Ну, 40-50 тысяч я за день там зарабатывала. А за эти деньги я лучше какой-нибудь хост возьму, напишу маленький там, или... Ну, как-то так мне, в общем, как-то больше нравится теперь комфорт. А на самой кинки у тебя не было никогда идей сходить? Нет, я вот... Я когда тебя спросил-то тогда, я помню такая, ой, нет, я не такая. Это не моя история, да, это не моя история, вот в этом-то и дело. Ну, просто многие ведь туда ходят чисто как на тусовку, без всяких там... Я не знаю, но я тебе расскажу, может быть, просто тебе этого не понятно, потому что ты парень, но когда я начала участвовать в этих кинки-маркете, то огромное количество тех, кто ходит на кинки-пати, начали плататься под видом, например, заказа. Несколько раз такое было, то есть типа, типа ребята хотят заказать что-то, значит, муж с женой, все дела... А потом по ходу, они даже, то есть там даже по тексту открытого ничего в тексте не было, но эмоцию я чувствую, что у них совершенно другая цель. И мало того, что я потратила на этих двух, на эти две пары, я потратила действительно большое количество времени, я сделала эскизы, я к этому относилась сильно, это было, ну, года три-четыре назад. Тогда моя была ошибка в том, что поскольку это люди через кинки, как бы вот эту тусовку, то я не взяла предоплату, я... Сейчас я беру предоплату в сто процентов практически всегда, ну, за исключением там каких-то друзей, это пятьдесят, может быть. Тогда я не взяла плату, потому что мне показалось, что это вот, ну, как-то так, типа дружественная, понимаешь, история. И ребята вроде при деньгах, они приходили на выставку, и как-то, ну, и в общем, и в итоге потратила кучу времени, так меня ещё и, понимаешь, сравняли с просто, ну, вот со шлюхой, типа, знаешь, мол, типа, ну, ты приезжает нас тут, посмотришь, как мы, значит, совокупляемся, грубо говоря, и типа порисуешь здесь, ну, может, там, может, поучаствуешь, там, все дела. Первый момент. Вторая семейка тоже примерно такая, но гораздо раньше я смекнула, я там никакой работы не делала, я просто по разговору уже. А дальше, помимо вот таких вещей, начались постоянные запросы в друзья и огромные тексты о том, что ты чё себе строишь, да ты шлюха такая же, как и все. И всё это вот, ну, не очень, да, к сожалению, мне такого не приходится. Так я тебе говорю, понимаешь, а тебе такого не приходится. Ну, давай я буду отсылать их к тебе. В этом-то и разница, потому что я женщина, да, и любой не очень, ну, там, удовлетворённый в себе, уверенный мужчина, может вот так вот там, ну, нахамить, ещё что-то. Ну, это просто, наверное, даже, как бы, не то, что неудовлетворённое, а просто, наверное, люди не очень хорошие. Наверное, да. В целом. Да. Но я к чему? К тому, что я ничего против самего мероприятия и тусовки не имею, но у меня слишком мало сейчас возможностей свободного времени и нервов, если честно, потому что это очень сильно. Ну, просто тусоваться. Во-первых, тусоваться, а во-вторых, потом, вот, понимаешь, подчищать все эти сообщения, общаться и, ну, немного чувствовать себя некомфортно. Ну, понятно. Ну, там, на самом деле, ну, я не знаю, насколько тебя знают, в лицо тебя узнают, бывает. В лицо не узнают, но ты понимаешь, я где бы ни появилась, начинаются сплетни. И тут же начинается вереница. А, она там была там-то, и начинается. То есть, даже любое заведение, в которое я хожу, у меня есть только определенные заведения, куда я могу прийти, потому что есть определенная тусовка, и кто-то друг к другу, ну, понимаешь, люди, у которых не очень много в жизни событий, или мне интересно работать. Начинаешь выдумывать. Конечно. Я потом слышу, вот, у меня недавно заказчик, Илья Овчаренко, это продюсер Леонид Парфенов. Очень крутой там, дядька такой, достаточно известный. И, в общем, мы что-то с ним сидим, обсуждаем, он мне картину заказал сейчас. И он мне такой говорит, а про тебя там, типа, вот мне Файнберг, это один из барменов Нура раньше, а сейчас он в котельной бармен. Он такой, а про тебя там вот то-то, то-то, то-то говорит. Ну, и такие шары просто. Я говорю, в смысле? Ну, то есть, и вот, понятно, что это всё фигня, но для того, чтобы не давать повод, последние года-два я меняю окружение, я меняю такой, ну, как сказать, тот образ или налёт лёгкой эротики, который было мне раньше. Я меняю на что-то более сдержанное, но при этом такое же, как бы, насыщенное по стилю, но и в поведении чуть более сдержанное, и как-то, ну, как сказать, ну, взросление, что ли, некое, да, такое. Ну, у тебя, да, просто ты сама, да, моя эффектная, и поэтому думают у людей сразу, что если ты такие картины пишешь, то это у тебя там какая-то супер, тебе нужно срочно с кем-то. Вот в этом проблема, да, сбросить мне балласт нужно, понимаешь? Вот в этом проблема, и поэтому мне это достаточно неприятно и сложно. У меня просто, я почему спрашиваю, у меня, наоборот, меня узнавали, наоборот, очень много раз, прямо на кинке, и вообще, и всегда супер рады, такие, ой, ты, типа, фанаты, там, типа, ты так классно сидёшь. И вообще, а когда я стал рисовать, там, наброски, то вообще люди иногда чуть ли не в очередь выстраиваются, такие, типа, меня, меня, я занимаюсь, там. Ну, в общем, у меня, наоборот, супер дружелюбно. Здорово, может быть, я не права полностью, знаешь, потому что у меня есть какие-то не очень приятные опыты, и, возможно, я... Ну, просто разные люди, да, преподаются, наверное, такие тоже бывают, конечно, не очень, но у меня, слава богу, пронесло, так сказать, мимо. Ну, да, возможно, что когда-нибудь я осмелюсь и приду, но на мне будет огромная маска, и... Ну, да. Ходили, у меня, кстати, знакомые художницы, девочки тоже, во-первых, одна ходила просто, сама её, ну, друзья позвали, вот, а потом она пошла и что-то порисовала, а один раз я видел просто девушку тоже с айпадом, я сначала первый я начал ходить, Я потом смотрю на... Ну, ты задал тренд такой, да? Да, на вечеринке уже двое человек еще помимо меня. Вообще это здорово, то, что ты придумал, вот, рисовать там наброски. Ну, короче, мне кажется, они были... Они очень были на деловом настрое, да я даже ни с кем не поговорил. В общем, мне кажется, может, даже у них не было проблем никаких, потому что они прям такие рисовали что-то там. Ну, да, нужно с абсолютно... с абсолютным лицом кирпичом ходить. Ну, да, наверное. Ну, женщины. Ну, а вообще там, как бы, да, многие люди, кто, особенно первый раз, они просто ходят там, танцуют и так смотрят с большими глазами, когда там начинается под конец. Там сначала-то вообще, ну, всё нормально, как обычно, вечеринка. Да, только в костюмах все. А потом уже, когда начинается, конечно, там иногда люди такие, ой, ой, вот, но в целом первые разы многие, у многих вообще, многие ничего не делают. Ну, нравится, зато многим сразу. Ладно, я не хотел такую особую рекламу делать, просто... Ну, как получилось. Знаешь, что я хотел с тобой поговорить, тоже вот с тобой слушал интервью как-то, MTV ты давала. О, моя любимая. Да, 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 там хорошее интервью, я приложу ссылку в описании, чтобы люди посмотрели, кому интересно. Но причём тоже было полностью, извини, что перебиваю, полностью экспромтом, ну, то есть вообще я не знала ни вопросов, ничего, я не была готова ни к чему, особенно к вопросам про алкоголь, там, и меня прям загасили. Но это было здорово, потому что я абсолютно искренне, и даже где-то я там что-то тушевалась, но это прям здорово было. Не знаю, не заметила, что тушевалась, но да, клёво. Ну, знаешь, мне интересно, другой момент был, ты сказала такую фразу про то, что ты считаешь женщин, типа, как ты там сказала? Второстепеннее. Второстепеннее, да, чем мужчин, и я такой, интересно, я с этим не согласен, потому что я наоборот всегда думал, я наоборот всегда, ну и в творчестве вообще женщин превозношу, и считал всегда, что это, мне кажется, на самом деле, что неправильно, не так, не так, как бы по идее это все равны, но в моём мире. Но я всегда раньше считал, что вот женщина, это же, типа, полубожество, можно сказать. Я с тобой согласна полностью в плане, понимаешь, относительно, смотря относительно чего рассматривать. Ну вот давай про это поговорим. Давай. Потому что у меня всегда такие подкасты, ну, как бы я зову, кого знаю, и с кем дружу, и всё такое, такие всегда мы просто там ля-ля-ля, я согласен с тобой, ты согласен со мной, всё. А тут вот мне интересно прям с тобой подискутировать на эту тему, и вообще мне показалось, что у тебя часто такие немножко патриархальные взгляды. Абсолютно, абсолютно, да. У меня взгляды чисто патриархальные, я за иерархию в семье, за то, что мужчина главный, он несёт ответственность, женщина, безусловно. Она идёт вторым по счёту, потому что, ну, если есть мужчина и женщина, если мы говорим про семью, или про пару, или про некий тандем, в любом вообще, в любой области, где присутствует, либо мужчина-мужчина, либо женщина-женщина, один всё равно будет главный, иначе постоянно будут споры, иначе постоянно будет некий конфликт, который будет мешать какому-то делу, если эти люди занимаются каким-то общим делом, например, потому что семья – это тоже общее дело. – Ну да. – Соответственно, если мужчина главный, то женщина, она идёт второй, второй после мужчины, да, и, естественно, она ему помогает, но при этом она не может быть, может быть и так, что она главная, она несёт ответственность на себе, а мужчина, например… – Номер два. – Номер два. Но по природе своей мужчина, даже если соглашается быть, как бы, помощником женщине, он всё равно по своей природе это ему не свойственно, потому что он добытчик, он самец, он, ну, как бы это вот… Да, сейчас стираются очень сильно эти грани. – Даже я, ну, как бы то, что вот в Москве это часто стирается и в таких, типа, продвинутых странах, когда женщины там работают, а мужчины там с детьми сидят, это бывает, как бы, это мы отдельно. Но я, смотри, хочу заметить, что есть ведь, например, семьи в России в большинстве случаев очень патриархальных, очень патриархальных взглядов, но где происходит наоборот, что мужчина вообще там пьёт или сидит дома, или плохо получается у него зарабатывать, а женщина тянет на себе всю семью. – Ну, это не патриархальная история, это такая же история. – Но они при этом очень, как сказать, взглядов там таких… – Ну, так ты извини, ты можешь быть любых взглядов, а то, что ты по факту делаешь, будет совершенно иначе выглядеть. – Ну, то есть, это старая советская схема, при которой мужчину нужно настолько сильно загнобить, чтобы он отдавал все деньги тебе. Здесь дело не в патриархате. – А бывает, что… Нет, я даже не совсем про это, а про то, что бывает, типа, мужик всё равно хоть ничего и не делает, но считает себя главным, а женщина хоть и, типа, второй за ним человек, но делает… – Но всё несёт на себе. – Да, вот я бы скорее про это. – Да, ты про это понял. – Да, не про то, что загнобили, загнобили, да, бывает и такое тоже. – Слушай, ну я… А в чём вопрос здесь? То есть, как быть с этим, с этой… – Ну, вот я… В чём вопрос? Ну, я просто как бы… – Такое, конечно, тоже бывает, да, но мы же берём как бы некую… – То есть, ты думаешь, что прямо природа как-то разграничена? – Ну, конечно. Мужчина и женщина… Ну, я думаю, что мужчина совершенно даже по-другому физически устроен внутри, и мозг по-другому работает, и… ну, совершенно… – Потому что зачастую мужчина и женщина друг друга вообще не понимают. – У женщины одни цели, да, и желания, и видения. У мужчины совершенно другое. – И я, например, это говорю, исходя из себя, потому что я, допустим, не в отношениях уже, у меня нету никого там около двух лет, я одна, и не вступаю тоже ни в какие отношения, потому что, ну, мне как-то… – Пока я не вижу того действительно мужчину, который бы мог быть другом и создать семью. – Но я вижу за собой своё внутреннее состояние, когда я занимаюсь работой, когда я нацелена на то, чтобы, ну, знаешь, как лев такой, постоянно делать заказы, знать за что, куда заплатить, заплатить за ипотеку, заплатить туда-сюда там. – Нужно постоянно ещё отложить денег, чтобы не страшно было жить, да, кому-то дать, что-то купить, выглядеть хорошо, покрасть. – То есть я, по сути, для себя, я мужик, ну, грубо говоря. – И вот когда я в русле этой логики иду, у меня нет проблем, у меня не возникает каких-то бабских загонов, знаешь, там, не знаю, истерик, у меня нет ПМС, ничего вот этого бабского у меня не присутствует. – Но как только появляется рядом, например, мужчина, который вроде как, там, например, ухаживает или, ну, или у меня есть иллюзия, что что-то получится, у меня тут же включаются все бабские внутренние вот эти схемы, то есть я начинаю где-то что-то забывать или забывать, что мне надо, там, сегодня что-то отправить. – Вот такая, знаешь, вот эта лёгкая такая женская дурость, она сразу на меня. – Понятно. – То есть я вижу, что когда мне надо на себя брать ответственность, я, грубо говоря, в данный момент я главный, вот был бы у меня там ребёнок, я была бы главной, неважно, мужчина, я, женщина, но я лидер. А этот, кто там у меня есть, он будет слушаться меня и помогать мне, когда нужно, там, ну, то есть мы как бы в тандеме, но я буду вести. А если у меня появляется более сильный рядом со мной, ну, человек или мужчина, да, в данном случае, потому что я, мне нравятся мужчины, он, я сразу начинаю расслабляться и превращаться вот в эту вот женщинку, как бы, то есть это всё внутренние схемы, это невозможно контролировать, ну, можно, конечно, но очень-очень нужно много работы над собой, но это всё автоматически включается. – Хорошо, я понял, а вот, например, если бы, если бы тут, например, вместо меня сидела феминистка, очень радикально, она бы с тобой… – Я сюда не зашла, я, я… – Я вот сейчас немножко… – Это ужасная тема. – Не, я сейчас немножко всё равно с этой позиции, что они бы тебе сказали, что это как бы биологически не такие большие разницы, но очень большая разница именно в культурном плане. И что, может быть, это всё как бы культура виновата, что вот так вот воспринимается мужчина, а у женщин они не имели права ни учиться, ни работать никогда из-за этого. – Слушай, я не… Вот у меня всё бурлит, потому что я бы собрала митинг против феминистки, антифеминистический митинг, у нас уже есть несколько женщин нормальных, адекватных, потому что я феминисток не переношу на дух просто, особенно этих рьяных. Суть в том, что сколько лет уже прошло, когда нам позволяют и работать, и учиться, и делать всё, что мы можем, почему до сих пор идёт вот эта вот история о том, что долго нам не позволяют. – Пожалуйста, бери и делай. Но ты, баба, вот эти феминистки, они что делают? Значит, равные возможности у всех должны быть, права, да, но делать они не хотят столько же, сколько мужчины. – Почему? – Ну, это к ним вопрос, почему, не ко мне? – Нет, а что ты имеешь в виду? – Потому что когда надо, например, не знаю, там, донести тяжести, она обязательно сделает, ну, может быть, не феминистки, но те, кто якобы за феминизм, у неё очень сильно всё раздвоено. Она как бы вроде как должна говорить о том, что все равны, но как пакет ей надо донести, он тяжёлый, так почему… и рядом мужчина. – Ты, значит, почему-то должен быть мужчиной. Дверь открыть, почему ты не открываешь мне дверь там, не знаю. – Ну, то есть, и вот в таких мелких вещах, ну, то есть, если мы действительно равны, значит, мы во всём равны. Тогда иди работай на шахту, не знаю, в трамвай води, рискуй жизнью своей каждый день, да, иди. – Ну, а на самом деле они как бы ведь правы, ну, в смысле, они хотят, некоторые из них, они просто имеют в виду чаще всего. Я просто в курсе как бы повестки. – Да, расскажи мне, может быть, я не в курсе, действительно. – Они за то, чтобы женщинам не было, например, запрещённых профессий, чтобы они, если хочет кто-то, чтобы они могли идти туда. – Хорошо, пожалуйста. А какие профессии им запрещены? – Список есть в России запрещённых профессий. – А у нас, ты мне покажи, много женщин, которые хотя бы несколько лет на работе задержались и не родили детей. – Не знаю, нет, наверное. – Это разве тебе не ответ? Но что баба, в принципе, она приходит на работу, начинает работать. Вот если ты дашь гарантию, что ты не подведёшь компанию, да, не уйдёшь через три года, не влюбишься и не залетишь, и не выйдешь замуж, или у тебя не будет каждый раз болеть голова, пожалуйста. – Ну, я, короче, просто на самом деле не настолько подкован, чтобы суперспорности. – Это просто логика. То есть вот мужчин, понимаешь, у них нет вот этих вот, как сказать, оправдательных моментов, где они чего-то недопоняли или им что-то разрешено. Женщина, если ты хочешь работать, обязан тогда работать. Выбрала профессию – иди, поши, да, как лошадь. Но ведь большинство женщин, а их большинство, которые приходят на работу, куда-то устроились, и устроились только лишь для того, чтобы найти себе мужчину, выйти замуж, родить ребёнка. – Ну, это тоже в нашей патриархальной системе, как бы, по этому… – Тоже, да, согласна. – То есть, как бы, в этой системе это всё логично, и они так и поступают, и так и живут. Но в целом… – Согласна полностью. Я единственная за то, что я бы с удовольствием приняла равноправие и то, что все равны. Если бы люди при этом равноправие, вот сейчас оно же у нас, ну, в принципе, где-то есть. Ну, люди уже стали примерно так жить, да, в семьях стараться договориться. Но конфликтов много, и пары стали расходиться. И причина в том, что каждый считает, что он личность и главный, и вы должны договариваться. Но мало таких людей, которые друг друга настолько уважают, там, да, да любую пару возьми. Все разводятся практически сразу. У вас брак, у меня брак пять лет был, у вас сколько? Семь лет. Это вообще, это просто вот, ну, книга рекордов Гиннесса, такая, такие долгие браки, да. И то у меня два года всего в браке, а до этого без брака. То есть я-то и в браке так сильно долго-то и не прожила. Это же все-таки отличается. Я к чему? К тому, что если бы мы умели договариваться друг с другом, да. Так это же, наверное, проблема не в равных правах и не в феминизме, а в том, что просто людям трудно договариваться. Да как, откуда пошло равноправие из феминизма ведь? Ну... Из желания женщин стать... Я бы сказал, скорее, феминизм пошел из идеи равноправия, наверное. Ну, может, или одно и то же. Но суть в том, что это женщины начали говорить о том, что их не слушают, да, и с их мнением не считаются. Вот, пожалуйста, сейчас считаются. И где браки, где семьи, где дети, где нормальные отношения человеческие люди? Сейчас уже даже не встречаются, не знаю, там, месяц. Все, они друг от друга вешаются. Ну, это такой сложный вопрос философский. И в том плане, что, может быть, тебе бы сказали эти люди, что, может быть, они так более счастливы на самом деле. Вот, так правильно. Они счастливы, а поодиночке. Почему? Или ты про что говоришь? Что они более счастливы, ругаясь? Не, не ругаясь, а вот то, что... В одиночестве. Ну, да, что типа... Согласна, потому что ругаться и постоянно быть в конфликте, это очень тяжело для психики. Но разве ты бы, ну, допустим, не хотел, чтобы у тебя рядом был человек, который бы шёл вместе с тобой, ногу в ногу, и, ну, как тебе сказать, не пытался тебя переделать, а помогал тебе, например. Вот, но в этой схеме не существует равенства. Понимаешь, в этой схеме есть ты и есть человек, который рядом с тобой, который, ну, как бы дополняет тебя, но он в любом случае будет второстепенным. Вот я о чём. То есть это то, о чём я пыталась там сказать на MTV, но, к сожалению, я не была подкована тогда так сильно. Это сейчас, я говорю, у меня дядя психолог, и я с ним постоянно обсуждаю. Да, прозвучало. Позвучало, как будто ты такая, типа, а, женщины, люди второго сорта, типа, ну и всё. Ну, слушай, ну, как бы ты знаешь. Ну, интересная позиция, то есть ты, как бы, даже больше не против феминизма, а за то, чтобы не было вот этих конфликтов и за традиционную ценность. Да, конечно, конечно, и я вообще, ну, и не против феминизма, да, но просто... То есть, типа, если бы были равные права, но не было бы конфликтов, было бы хорошо. Да, то было бы шикарно, то есть я же не против, но, к сожалению, та ситуация, которую я вижу, и я в ней нахожусь, да, а, к сожалению, тотальная ненависть людей друг к другу. Мне кажется, что могут быть равные права. Нужно, чтобы не было конфликтов, не убирать равенство, а, например, больше уважения друг к другу. То есть, уважение должно быть и при разных правах, и при равных оно может быть. Хорошо, да, значит, должно быть воспитание, понимаешь. Значит, мы уперлись в то, что у нас просто нету нормального воспитания, как людям сосуществовать друг с другом. Ну, может быть, как раз, потому что нас воспитывали ведь как раз люди... Которых тоже никто особо не воспитывал, как сосуществовать. Да, которых, во-первых, никто не воспитывал, во-вторых, все эти уклады ещё чуть ли не до войны очень тоже были устаревшие, можно сказать. Ну, кстати, да, они-то были важны тогда, когда было опасно и страшно жить. Ну да. А сейчас всё есть готовое, да, продуктов вон тебе огромное количество. Все там вот бабушки, хлеб нельзя выкидывать там или ещё что-то. Да. Присказки, можно сказать, с тех времён. Сейчас... А сейчас ты, да, это вот это вот всё, нос воротит от, не знаю, от обили... Что у тебя всего три вида творога в магазине на полке. Слишком мало. Пойду в другой магазин, а в более модный. Да. Ну, я понял твою позицию теперь лучше, чем до этого. Потому что там действительно не очень понятно было. А там, в общем, никому не надо было её расшифровывать. Ну, в смысле, им было неинтересно это расшифровывать, и поэтому мне не дали даже как-то на эту тему поговорить. Меня прямо это очень так вот удивило и такое... Ну, потому что я всегда, видишь, по-другому думал. Для меня-то всегда... Для меня тоже женщина, это не то, чтобы я там сказала, что... Понимаешь, слова наши тоже, вообще, в принципе, слова. Каждый под словом понимает то, что он хочет. Ну, или такой, какой-то некий стереотип. Я не имела в виду, что женщина второго сорта. Я имела в виду относительно схемы мужчина-женщина, да. То есть, что она как бы идёт на втором месте, помогая... И больше относительно семье. Да, да. Естественно, относительно семье, помогая. Почему там, понимаешь, там был ещё вопрос вырван из контекста. Потому что до съёмки мы говорили о семье. И в связи с тем, что у меня съёмка такого плана была первый раз, и съёмка была экспромтом, я не успела перестроиться, что мы же не снимали, да. И какое-то вот что-то я выскочила с этой фразой. А он зацепился. А из этого же надо сделать шоу. И вот и пошло, поехало. То есть, я не успела как-то адекватно среагировать и объяснить, да. А женщина, конечно, это божество в плане красоты, да. Ну, и на самом деле мужчин всё меньше и меньше, которые умеют восхищаться женщиной, восхищаться красотой, любить по-настоящему. Потому что по-настоящему уважать и любить, и восхищаться, это и есть как бы быть, то есть, сила в этом, в том, что ты умеешь быть визуально как бы ниже, но... Сила женщины. Нет, сила мужчины. То есть, мужчина... А, в смысле, типа, на фоне женщины, типа, более блеклый? Типа, ты вроде как более блеклый, но ты настолько в себе уверен, настолько ты защищаешь, ведёшь семью, ну, и оберегаешь жизнь. Ну, пусть не семью, просто женщину свою любимую. Что ты ей можешь позволить быть там иногда чуть главнее. То есть, вот она, понимаешь, внутренняя такая история. А женщина, конечно, если её... Если кто-то ей не восхищается, ну, это сложно. Для женщины это тяжело. Ну, да, да, согласен. Очень. Мы от этого... Не, я-то вообще любитель повосхищаться. Ты его мне корми, дай мне восхищаться. Ну, прекрасно. Этот... Знаешь, что я вспомнил, пока мы тут с тобой говорили? Про интересную коллаборацию твою с Playboy. Вот про это расскажи, потому что я тоже мечтал... Я делал небольшую коллаборацию с американским. Да. Но там совсем чуть-чуть для Инстаграма их, можно сказать. А вот именно с журналом... С журналом была такая история. Я бы очень хотел, потому что мне кажется такой... Чё, вот они сидят там, и этот, а я тут вот... А ты тут сидишь, они там сидят, а ты тут сидишь. Как бы должны мы тоже быть. Да, там история следующая. На самом деле, может быть, даже и хорошо, что ты только в американском Playboy был. Потому что русский Playboy сейчас именно как журнал... Всё-таки это такая история, которая уже уходит на второй план. Слушай, это у нас в Америке то же самое абсолютно. Они вообще стали выпускать раз в три месяца. Ну вот. То есть в Москве, в России та же самая примерная история. И она была следующая. Как-то, наверное, года три назад... Я говорю, у меня же вся база заказчиков... Ну я так, может быть, это грубое назвать. Но Facebook – это то место, где у меня практически все люди, с которыми я знакома. Это и селебы всякие, и бизнесмены, и прочее, и прочее. И там 5000 друзей, и около 8000... По-моему, сейчас даже 9000 подписчиков. То есть в общей сложности сколько? Уже 14000, да, почти. Из них, из всех, поскольку все мы знаем, что алгоритмы Facebook, да, не позволяют нормально там видеть всех, то ты, естественно, всех и не видишь. Но в друзьях у меня периодически оказываются люди, которые когда-то там, видимо, меня добавили. Я говорю, вообще фиг знает откуда. И вот так и было три года назад. Вдруг я вижу в новостях, значит, у меня в друзьях главный редактор журнала Playboy. И он постит, типа, фотку. А, нет, я постю фотку, он меня лайкает, я перехожу на него, а он, значит, главный редактор журнала Playboy. Я такая, типа, вот как ты, а что я здесь, а он там, как бы, ну, где вот это вот всё? Да. Ну и, а что там с ним? Я ему написала тут же, говорю, слушай, как странно, говорю, я даже не видела, что мы в друзьях вообще, мы же даже и не знакомы, говорю. Он такой, ой, приезжай к нам, значит, в издательство, познакомься. Я давно хотела с тобой познакомиться. Я такая, нормально. Ну и приезжай, а у них Бурда Моден, это вот общее агентство, и Playboy это один из глянцевых журналов. Я приезжаю к нему, мы чуть посидели, поговорили, я говорю, слушай, а давай что-то сделаем совместное. Вот он говорит, да, давай, у нас, значит, периодически. Но у них сейчас проблема в том, что они, стараясь удешевить производство, больше не используют и не заказывают иллюстрации, как это было раньше, да. Они в основном всё используют из стоковых историй. Единственное, что они иногда делают, это раз в год или там раз в два года, у них бывают юбилейные какие-то выпуски, например, приуроченные какому-нибудь художнику или ещё что-то. И вот тогда они делают, собирают прям полноценный выпуск, интересный. И как раз на эту тему он говорит, как только у нас это будет, значит, я бы хотела тебя привлечь. Ну, то есть, чтобы ты разработала логотип там Playboy со своей картиной там или со своей стилизией. Я говорю, я вообще просто говорю, за-за-за. Вот он говорит, ну, у нас есть, конечно же, маркетинговые предложения, ну, рекламные. Естественно, мне это не устроило, потому что я вообще ни за что, ни за какие статьи, ни за что никогда не платила. И в итоге за несколько лет я поняла, что я очень правильно делала, потому что это вообще, ну, как бы ни о чём. То есть, я понимаю, какое-то там супер глобальное, да, издание, не знаю. Да даже там нельзя платить, понимаешь? Да нет, нет, я, да, я тоже считаю, что... Это всё для этих, для лохов, но эго, чтобы потешься, я имею в виду, понимаешь? Ну, это для тех, кому, может быть, по бизнесу это надо как-то. Да, ну, не для частных лиц, скорее, а для кого-то, ну, не знаю, короче. Нет, почему? Очень многих, я имею в виду, художников раскручивают на платные публикации. А, да? Да, конечно, сейчас это очень модная история, что ты... Особенно учитывая то, что много людей, много художников развелось, и все хотят славы, то публикация – самый классный вариант для... Ну, я не говорю про Playboy, Playboy вряд ли кому-то предлагает, а я имею в виду про какие-то вообще журналы. То есть, пожалуйста, на платной основе ты можешь, в принципе, везде, где угодно напечататься. Но не суть. В общем, у них были эти маркетинговые предложения, вплоть до того, что мне предложили, значит, сняться для обложки журнала Playboy, там все дела. Я отказалась, потому что мне было важно, чтобы сначала в журнале появились мои работы, и только потом, спустя какое-то время, я уже могу появиться как тело. Ну, понятно, искусство вперёд. Ну, конечно, потому что, опять же, возвращаясь к теме того, что... Это логично с учёным всё, что ты рассказала. Да, 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 потому что мне не нужно, чтобы меня там, да, как-то неправильно воспринимали. И мы поговорили, и, в общем, через года полтора вдруг, неожиданно абсолютно, как это обычно бывает, я была на выставке на Кипре, ну, моей выставку делала там, и мне пишет Роман, говорит, слушай, нагреть, срочно надо выпуск, твоё интервью, значит, столько-то знаков, быстро-быстро, там, блин, у меня ничего нет, он говорит, всё, это срочный вопрос, значит, ну, естественно, он срочный, потому что я же за это ничего не плачу, и, ну, как бы... Ну, всё, мы быстро-быстро всё собрали, я нарисовала этот логотип, с благо у меня была этот iPad Pro с собой, я быстро-быстро там что-то подсобрала, и вышел, да, журнал Playboy, я даже делала презентацию в одном заведении, и да, ну, это прям очень приятно было, я прям горжусь этим. Я тоже, мне кажется, вот такие штуки, как Playboy, или ещё, мне вообще даже не ради денег, это чисто ради... Ну да, это такой статусный всё-таки. Да, они, конечно, я тоже понимаю, что... У меня с Максимом похожая была, я для Максима рисовал, вот, но я тоже понимаю, что это всё журналы реальные, бумажные, конечно, сейчас меньше и меньше покупают, они стоят дороже и дороже, потому что очень дорого выпускать, там одна реклама, и, в общем, конечно, немножко печально, но имя всё равно остаётся. Да, имя, конечно, остаётся статусно, но единственное, что, допустим, у Playboy, у них есть диджитал-версия, но у них там другая редакция сидит. Хотя как раз для американского, для диджитал-версии. Хотя вот меня потом, как только в Playboy русском вышло, потом эта, кстати, статья вышла в Playboy Украины, меня прямо писали, спрашивали, можно ли, потому что у них немного другая верстка идёт, ну, точнее, немного другая, полностью собирают другую. Ну да. Вот, а потом это вышло и на диджитал-плейбой, ну, в смысле, на сайте, тоже там было 15 вопросов, значит, с Андре Ковальски. Круто. Вот, но к чему я? К тому, что как для портфолио и для статусности, это, конечно, как круто, но я не могу сказать, что это каким-то образом мне что-то дало. Ну, то есть, естественно, никто ни про чём, никто ничего. Строчка где-нибудь, что-то. Да, 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 то есть всё, это чисто. Но я к этому уже давно отношусь легко. Ну да. Поскольку я не строю каких-то иллюзий, что что-то там, знаешь... Слушай, я выставку Сальвадора Дали здесь, да, в Москве открывала, в Манеже, своим огромным панно. И даже это, понимаешь, люди не ассоциируют, не помнят там. Ну, то есть, это огромное масштабное мероприятие, оно там несколько месяцев длилось, да. Я машину, автомобиль сделала для гонщика в Германии, для аналога гонки Носкар, в Нидерландах она проходит. Я сделала дизайн, это, в принципе, первый арт, гоночный артболид. То есть, до этого были арткары, естественно, все мы знаем, да, и Диорхова там и прочее. А это гоночные. Гоночных, в принципе, до нынешнего, до того, как я сделала, их не было. Тоже я сделала, я об этом пишу везде, об этом рассказываю. Но людям постоянно нужно вот втемяшивать в голову, чтобы они что-то хоть запомнили. Я иногда сама забываю. Ну, то есть, в смысле, что у меня там было, меня спрашивают, я так... Ну, я помню знаковые вот эти последние события. Там же было... Мне постоянно присылают по Москве там какая-нибудь кальянная, кафе, еще где-то. О, твоя работа, о, твоя работа, о, твоя работа. То есть, кто-то когда-то покупал, кому-то дарил, еще что-то. Ну, то есть, это, конечно, круто. А что лучше всего, на твой взгляд, сработало, как бы, из всего? Вот для тебя, как художника? Сработала она что, на популярность? Ну, на популярность, наверное, да. Коллаборация, наверное, с кем-то, с известными людьми? Или все вместе, все по чуть-чуть? Ты знаешь, мне кажется, лучше всего работает то... И продолжает работать. Это самый важный момент, потому что у меня нет такого, что какой-то резкий, знаешь, скачок там был. Не было такого. Но оно очень все постепенно и идет потихонечку. Я думаю, что секрет в том, что я не останавливаюсь и постоянно что-то придумываю. Вот постоянно какие-то новые штуки, но оставаясь в своем стиле. То есть, во-первых, я... То, что я предана своему стилю, люди понимают, что это не какая-то фигня. Мне даже... Мне многие писали, те, кто вначале мне говорили, что, ой, тебе ничего не получится. Это, ну, такие были тоже крупные ребята, знаешь, которые считали, что я так себе, а они там... Поиграешься. Поиграешься, да, типа, и выкинешь. А вот они несколько раз мне писали, что, говорят, все-таки, ты знаешь, это прям серьезное дело, прям выглядит очень серьезно. Они признали, что были неправы, потому что вот ощущение вот этой серьезности, хоть и такая, знаешь, а-ля комиксная стилистика, все так ярко, да, там, прикольно, здорово, но ты как никто другой должен понимать, во-первых, какой там бэкграунд за этим, чтобы все это придумать. А во-вторых, что я плотно как бы топлю за это. Ну, то есть, вот я постоянно вместе с этим. Я никуда не убегаю, не выдумываю себе новых каких-то амплуа, или там не перехожу, не знаю. Ну, то есть, все в рамках стилистики. Ну, у тебя, потому что ты как хотела бренд сделать, так он у тебя и работает. Да. И уже твоими только с этими работами, только с этим стилем ассоциируется уже. Да. Даже ничего другого захочешь, не представишь. Ну, скорее всего, да. Ну, в смысле, ну, это хорошо, как для художника. Даже вот я прям, закрывая глаза, я сразу вижу определенные цвета, определенный стиль. Да. Это все очень важно. Ты, конечно, суперграмотно сделала. Спасибо большое, да. Про звезд, наверное, коллабы, да, были вот такие скачки. Это когда у меня Иван Дорн заказал, точнее, его продюсер его заказал, портрет. И был скачок такой резкий. Для Кэти Топори я делала, я дарила ей. Это было очень-очень давно. Но у меня заказали как бы люди, которые хотели поделить. То есть я не просто взяла, нарисовала, пошла, дарила. Вот. Кто еще? Ну, я считаю, что вот эти коллабы именно с европейскими, вот то, что я сделала, вот этот гоночный артболид. Кто мне его заказал? Евгений Соколовский. Кроме того, что он является пилотом этого автомобиля и участвует в гонках, и у него команда своя, мотоциклетная, которая тоже участвует во всех мировых гонках, он еще является учредителем, вторым партнером в классе Карры Мизе в Дюссельдорфе. Это самый крупный музей ретро-автомобилей. Классических, точнее, не ретро, а классических автомобилей. Круто. Это огромное трамвайное депо, бывшее, переделанное вот под музей. И он же заказал у меня туда серию работ. То есть я считаю, вот это, ну, как бы уровень. Ну да. То, что в Нью-Йорк меня, да, позвали. У меня, кстати, в Сочинском какой-то тоже музей автомобилей. Автоспорта, да. Там целая тоже стена. Тоже стена. Да, слушай, я тебе расскажу историю эту ужасную про этот, ну, в смысле, про этот музей, но она очень... Я там даже не был ни разу. Я все, каждый раз езжу и думаю, надо съесть, но и забываю. Да, тебе надо сходить. Но суть в том, что полгода назад владелец этого музея был Николай Панули, да. Да, вот он со мной... Вот он меня тоже написал. Он меня, значит, мы с ним обсуждали что-то, всё это такую картину, сякую картину. Вот ещё одна точка наша соприкоснования. Ну да, да, вот он тоже... Про тебя он не рассказывал, но, видимо, просто не успел. В общем, суть такая, что он, значит, мы с ним ведём эту переписку, я уже готовлюсь, там, это... И вдруг человек пропадает. Просто пропадает, пропадает. Ничего не пишет, не отвечает. Я думаю, блин, ну как-то странно, ну владелец музея, ну как-то, ну хотя бы должен был бы ответить, что ну нет денег и нет. Ну как бы, окей. И тут я понимаю, пишут на стене, на фейсбуке, что он скончался. Правда? От коронавируса, да. Да ладно? Да. Ну то есть, а я там уже, понимаешь, сидела и такая думаю, вот какой нехороший человек. И тут я понимаю... Тоже он заказывал, и тоже один заказ висит. Вот. Ну это как бы и вроде, знаешь, и грустно, и смешно одновременно, потому что вот мы на самом деле находимся сейчас в такое время, когда всё это граничит просто с абсурдом. То есть больше невозможно работать так, как раньше. То есть смерть, она сейчас вот везде стала. И отношение к ней должно быть, конечно... Ну и вообще... Он прям... Он со мной общался ещё до того, как я в Америку уехал. Да. И он... Я ему делал большую афишу для какого-то мероприятия. В Сокольниках выставка была. Ну вот. И он даже дома у меня был. И мы прям... А сейчас, кстати, его... У него же, по-моему, дочь и сын. И, естественно, весь этот музей, я так понимаю, всё легло на их плечи. И я видела, что они писали о том, что они не знают, что делать, значит, с этой большой коллекцией. Может быть, тебе им написать, спросить... Ну, если у тебя там что-то осталось, и тебе забрать. Потому что они... А, да не, не, они... Именно говорили про художников, кто оставил там что-то с какой-то выставки. Я им этот дал, просто сказал. Оставил. А, ну всё, тогда да. Ну, в общем, да, вот такая вот... Ну, надо было сходить сюда. Вот такая вот... Интересно. Грустная история. Ну, грустная, но... Ну... Но жизненная, а что делать? Ну да. Ты, кстати, болела? Я нет. У меня мама с папой, а я вот сделала первый этап прививки. А-а-а, круто. Круто. Спутника и через несколько дней второй буду делать. Молодец, пронесло. Я переболел. Переболел? Да. Да. Ну, я нормально успел. А как было по ощущениям? Тяжело? Ну, у меня только пропали унюх на пару дней, и всё. Ну, и такую вялость была, а так в целом не страшно. А вот это ещё, да, легко отделалось всё, конечно. Ладно, мы, наверное, будем заканчивать потихонечку. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо большое тебе. Мне кажется, мы интересно поговорили. Да, шикарно. Очень приятно. И быстро время пролетело. Ну, и темы классные. Да, да. Я вообще любитель поболтать. Так что... Спасибо большое. Спасибо огромное. Вот, всё. Пока.